В комплекте идёт чехол и закатник. Да и на начале расшатывается жёлтый колпачок, я его посадил на клей, а потом уже и сама ручка расшаталась. Её пока не проклеил. Вот это заводской клей. Гитар минимум 20 было закатано этим аппаратом, а покрытию хоть бы что. Возможно, сохранилось это напыление, потому что я практикую шлифовку уже не на сухую. То есть, либо через мыльный раствор, либо через масло. Так, следующий нюанс. Вот это напыление, алмазное, не алмазное, которое внутри этого радиуса, оно немного налегает на кромку. Это лучше устранить, потому что при манипуляциях закатником можно задеть скотч, он срывается. В общем, делов-то, ё-моё. А вот и всё. Закатник имеет три размера. Типа маленький, средний и большой. Большой позволяет закатывать даже широкие лады 4.3. Ручка отклеится, не отклеится, но выглядит красиво, вроде даже удобно. Цена 1700. Доставка сейчас уже быстрая конкретно этого напильника, закатника. Круто, огонь, бери и делай. Также есть на Алиэкспресс закатник вот этот с такими прорезями. Им я не работал, поэтому ни слова о нём не скажу. Потом есть вот этот четырёхгранный с ручкой, ну, с термоусадкой, с этой, наверное. Четырёхгранный, блин, это интересно. Цена, он даже дешевый, он 1500. Если у него покрытие, вот это напыление, такое же, как у UberView, то вообще супер. Так, ну, у него вот эти грани квадратные. Вот это, конечно, сказочки, что так будет идеально. Хотя, может, и будет. Вот. И кромки у него тоже, видите, напыление доходит. Ну, и фиг с ним, это всё за такие деньги. Да и четыре варианта радиуса, ой, ну, не радиуса, а ширины. Блин, да вообще круто. Это закатник Хоска, сейчас он стоит тринажку. Брал я его в 21-м году за 6 косарей, как свой первый закатник. Отпахал он, ну, много, конечно, грифов. Покрытие у третьего, второго радиуса уже стёрто основными, которыми я пользовался. Но я пользовался всё это дело на сухую, и в основном имел дело с остальными ладами. Ну, не суть, сейчас его покупать вообще нет смысла за 13. Тем более появились офигенные закатники на Алиэкспресс, да, вот этот за 1700 БРКЮ. Он всё справляется со всем. Так, по стрункам РУ, что у нас тут есть? Закатник Хоска, 4700, ну, смысл от него, если тот за 1700 всё выполняет. Ну, хотя, ладно, ладно, я им не работал, возможно, он и крутой. Но у меня был Хоска вот этот, вот этот за 13, да, даже если бы вот этот Хоска стоил 2 косаря, я бы взял всё равно БРКЮ. Так, а что это здесь такое? БРКЮ-то и у струнок РУ есть. 3200. Ну, в ценовую политику мы не лезем, потому что мы не знаем, да, расходы магаза и всё, какие у них там приколы. Так, 3 дня доставка, ага, 3 дня нет доставки. А такой же ли это закатник? Так, по упаковке смотрим. По виду вообще один в один. А, ну, немного отличается. Я думаю, это одно и то же. Так, что у нас? Три радиуса. А-а-а, большой. Да-да-да, всё то же самое. Отзывы. Недостаток. Болтается металлическая насадка. Ну, впрочем, как и у моего, да. Я думаю, это одно и то же. Вот, ну, заказывать-то вы, конечно, понимаете, где надо. Сегодня 16 июня. Доставим 20 июня бесплатно. То есть они, что вы же, где-то в Питере у них склад. Ну, блин, вообще круто. Так, струн КЕРУ, я вас молю. Любовь ещё быть может. О, закатник. Я не вижу, что у него за покрытие. Ну, 4700 покрытие, покажите. Вот есть видео, да. Но от него толку, понимаете. План не крупный, не видно. Вот, блин, вот на Алиэкспресс. Видите, вот это видно. Я в этом. Видео не надо. А фотку покрупнее, пожалуйста. И вот описание. Я пробираюсь сквозь вот эти дебри. Пожалуйста, описание. Вот это. Не, вот работаем с 2008, вот это не надо. Вот это описание, так, да, берём, копируем. И вот сюда вставить, пожалуйста. Доставка не 3 дня. Доставка от 3 дней. За 3 дня ничего не приходит. Молю. Белые ночи, люди на шубах. На улице плюс 5, идём в заказ встречать. Это Питер. 3 дня солнца. 27 дождей, тут жить не так уж просто. Район курортный, вдоль залива.